Всем привет! Мы находимся на складе официального представителя в России компании Лавор. Сегодня нам покажут огромное количество новинок для клининга, в том числе обновленной поломоечной машины, технику для сухой уборки, дизельную технику и так далее. В общем-то, оставайтесь, будет очень интересно. Как тут ехать, Саш? Потом у нас начинается поломоечная машина. Все машины поставляются уже с поддоном для хранения. Поломоечная машина вот эту чаще всего берут домой. Очень удобная, очень легко все разбирается. Здесь чистая вода, здесь грязная вода. Безоинструментально полностью разбирается, промывается, уносится все легкая, всасывающая балка. Все поддонуют. Здесь сасывающая балка идет с двух сторон. Также машина спокойно забирается под мебель. То есть вот ее рабочее положение. Вы можете под стол, под мебель, там где позволяет высота. То есть так она полностью сохраняет работоспособность. Очень-очень простая, но удобная машина. Если у кого-то вот бутики торговые центры могут брать, когда пол у вас зеркальная плитка, вам тряпками тяжело помыть, чтобы не оставалось разводов. Она моет прямо до блеска. Но бутик должен быть там до 50 квадратных метров. Аккумуляторный, есть сетевой. Здесь у нас представлен. Внешне они абсолютно одинаковые. Разница в том, что сюда ставится аккумулятор, а в сетевой там стоит жилитель. К поводу бака. Значит, везде, где нет дренажных систем, в основном это школы, садик, что-то такое, вы можете взять, отнести. Если не охота, можете просто слить. Но в том плане, что он съемный, без ключей, без всего идеального смысла. Легко обслуживает. Здесь у вас мотор, здесь у вас турбина. Сюда заливается у вас чистая вода. Сам бак для чистой воды, вот весь вот этот корпус, это есть бак для чистой воды. Это бак исключительно для грязной воды. По длине короче, по ширине уже, чем квик. Она просто повыше. При этом у нее баки больше. Мы надеемся, что она станет более доступной и сменит данную модель. По конструктиву. Начнем с конструктива. Крышка не фиксируется, не дает сломаться. Сам бак тоже очень крепкий. И вот здесь уже как раз он снимается как ведро. А я шланг раз иди. То здесь уже гораздо легче его унести. Но если у вас унитаз, вы можете не снимать или дренажная решетка. Так, снизу. Значит, здесь доступ к турбине. Посмотреть состояние. Два аккумулятора по 38 Ач. Время автономной работы до полутора часов. На одном заряде. Литий в проработке будет стоять литий. По уровню чистой воды прозрачный шланг с шариком. То есть, практически все механика. Все очень просто. Что касается самого устройства машины. На данной модели реализованы вот эти все новинки. То есть, включаются клавиши без ключа. Рулевая колонка регулируется. То есть, сейчас середина. Можно ее, значит, опускать до такого уровня. Поднимать ее где-то вот так. Машина транспортируется исключительно вот так. Никаких дополнительных опусканий колес. Ничего не требуется. Здесь встроено зарядное устройство. Рассчитано только на гелевые батареи. При включении происходит диагностики машины. Если будет ошибка, она будет мерцать и покажет, что ошибка. Сейчас ошибок нет. Значит, первое из новшеств. Щетки одеваются и снимаются автоматически. По поводу эко-режима, который понижает уровень шума и потребления. Вот сейчас у нас, значит, сразу говорю. Плавный старт, плавный стоп. И плавный стоп я отпускаю. Она не как на старых машинах сразу вырубается. Она идет в задержку. Это увеличивает ресурс агрегатов. А теперь по звуку. Сейчас вы услышите. Сейчас включу эко-режим. То есть она чуть-чуть тише. Просто идет понижение мощности на узел. Но при этом она на эко-режиме прекрасно также работает и всасывает. И также есть эко-режим на щетке. Эко-режим включается просто с зажатием. Зеленый постоянно горит. Это значит нормальный режим. Когда мерцает, это эко-режим. Как вы только клиенту продадите, очень часто клиент говорит, у меня раньше лампочка горела, теперь она мерцает. Это ошибка или что-то вышло из строя, но сразу паникует. Значит, паниковать не надо. Он просто случайно передержал и включил эко-режим. Итак, друзья, Лавор B50 на аккумуляторе. Очень простая, надежная, компактная машина. Старший брат предыдущий. Несмотря на то, что... Как-то здоровье. На кнопочках. Несмотря на то, что она большая, она не менее маневренная, она очень эффективно убирает грязь. Еще сильнее у нее прижим на балке до 80 кг. Также она оснащается более мощными аккумуляторами, которые позволяют ей работать до 3 часов в режиме, в общем-то, мытья и уборки. Заряжаются аккумуляторы примерно 2 часа. Все очень просто. У нас включение происходит с помощью ключа. Оператор подходит, вставляет ключ, поворачивает. У нас загорается индикатор батареи. И две простые кнопочки. Включение турбины и включение щетки. При работе не всегда необходимо зажимать курок. Это контроль наличия оператора, чтобы машина сама не уехала. У нас механически поднимается и опускается щетка. Все, мы подняли с вами щетку. Ее можно достать, помыть, почистить, поменять. Точно так же опустить. Рычажок регулировки подачи воды. Все очень просто, надежно. При этом эффективно имеется клапан для слива грязной воды. Здесь у нас отсек для грязной воды. Заливается водичка чистая. В это вот отверстие на нем имеется фильтр. Фильтр на турбину. Кстати, пластик очень крепкий. Его тут нам разрешили даже вот так кинуть. Как мы видим, ничего не происходит. У нас в руках машина динамик, динамик. Очень компактная, маленькая, мощная, самое главное, эффективная машина, которая умещается в любой дверной проем. Если вам необходимо убрать офис, большой офис или школу, и нужно перемещать машину из комнаты в комнату, то это отличное решение. Почему? Потому что очень узкая. Посмотрите, узкая. В то же время очень большой бак, огромная по своим размерам щетка, которая, собственно, насухо будет вытирать вам пол. Самое главное у этой техники, это ее управление. Посмотрите, просто двумя пальцами. Я ее управляю легко, непринужденно, никаких усилий я не прилагаю. Поворачивается она буквально на ровном месте. Уникальная какая-то технология, видимо, но... Оснащается собственным зарядным устройством. Рулевая колонка регулируется по высоте отручивания двух барашков. То есть обпрочиваете, поднимаете, либо опускаете. То есть, в принципе, вполне себе отличное техническое готовое решение на аккумуляторах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три. ДАВАЙ! ДАВАЙ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккумуляторный отсек универсальный. Сюда можно поставить дешевый 105-й аккумулятор. Машина будет 400 с небольшим тысяч в розницу, укомплектованной стоит. Легкий доступ к турбине Можно поставить сюда 4 батареи Значит, вот эта машина уже проверена у трех клиентов Рекордсмен по автономии Если мы сюда ставим Где это? Миди В общем, вот эти американские кислотные батареи 220-е Машина работает 8, минимум Это в ангарах Уфы, в аэропорту 8 часов А в торговом центре они насчитали 9 часов То есть на одном заряде машина Минимум 8 часов на кислоте выкатывает То есть она у нас, это вот рекордсмен Ни один райдер так долго у нас работать не может От обычных тяговых батарей Давай О, она прям там, да Вот я вам поговорю по поводу шума Слышите, да, вот смотри, как работает с ходом Я просто встал И вот, да, значит, маршрут Ну, я не могу сказать, что... Слушай, она приятнее выставляется на самом деле Потому что она не... Можете сделать, ну, фронт, 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 да, фронт, там два круга А она прям вокруг своей оси Вокруг оси, да У нее не такой резкий луган Это выполняется приятной луган Даже с тюкок на втором величине Здесь как на колене Да Усилитель безобразной связи Причем здесь скорость, вот сейчас увидите, она меньше Но по ощущениям, что это намного быстрее машина Да, это приятнее ехать Дорогая, я еду к тебе В деревню, в соседнее село Да, давайте за ним Так, за ним А я на вас хотел А, за ним Нет, это четко опускали Там есть обычной формат Сейчас секундуешь, я сейчас к вам прикол Давай, давай, давай Как это так? Я дома буду вовремя Здесь преимущество у меня Есть два подстаканника Место для девушки Давайте в ту сторону Давайте Субтитры добавил DimaTorzok Всего доброго Попробуем До новых встреч, субтитры DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok